Есть время. Время это не то, что на часах, это энергия, энергия времени. Она действует на человека, и ее действия можно в какой-то степени преодолевать. Ну то есть время в целом непреодолимая сила, то, что там показывают всякие фильмы, что можно там изменить ход времени, это невозможно, потому что время это самая сильная энергия, которая только существует в этом мире. Сильнее ничего нет. Мы души, то есть человек душа. Душа это маленькая искрика, которая находится прямо вот здесь, в этой зоне. Она никуда не смещается, пятки не уходит. Это вечная структура, которая не подвержена энергию времени, материального времени. Но есть еще духовное время. Вообще мир делится на две части. Есть духовный мир, есть материальный мир. В материальном мире души развиваются. В духовном развитые души. То есть те, кто развиваются, они идут в духовную вредность. Развитие означает бескорыстие. Когда человек способен отвлечься от себя и жить на других, на благо других. Это считает святой человек, и развит, и бескорыстный. И он способен достичь духовной реальности. У человека есть три тела. То есть духовное тело или духовная искорка, душа, это самое главное тело, в котором... Душа это я, это личность. Это не что-то такое, такое фантасмагория какая-то она где-то, или как говорят, моя душа. Душа это я. И у нас есть психическое тело, которое нам дается только для жизни в этом мире, в котором есть вселенная, в которой мы живем. Вот для этого вселенной предназначено то психическое тело, в котором мы находимся. Это второе тело. И у нас есть грубое тело, которое мы изучаем, там, анатомия, там, физиология. Это грубое тело. Грубое тело берет свою силу от души и от психического тела. Также оно берет силу от питания, пищи и дыхания. Но мы не знаем, что есть также сила идет от души, и сила идет еще от психического тела. Вот, допустим, если человек разочаровался в жизни, то сила от души уже не будет поступать в полной степени. И тело начнет разваливаться. Поэтому человек должен знать, что если он, допустим, не хочет жить, то это будет влиять на все. Не только на его, как бы, внутреннюю концепцию, а также на всю его жизнь. Поэтому таких вещей допускать нельзя в своей жизни. Значит, психическое тело зависит от природы. От природы, в которой мы живем. Сейчас в современном обществе люди потеряли связь с природой, потому что они живут в домах. Вот если человек находится в замкнутом пространстве, то энергия природы не влияет на него. Чтобы она влияла, надо выйти на улицу. То есть есть такое понятие пространства. Как действует на человека энергия природы? Душа имеет сознание. У души есть два аспекта – личность и сознание. Сознание – это энергия души. Сознание имеет три аспекта, три составляющие энергии, которые действуют через душу, выходят из души, но наполняются. Также психическое тело нуждается в этих энергиях, связанных с сознанием, энергиях природы. У души есть три энергии. Первое – желание жить. Все хотят жить, никто не хочет умирать. Это энергия. Эта энергия, когда душа хочет жить, она берет энергию для жизни, для психического тела, для жизни психического тела, берет из природы. Эта энергия называется прана на санскрите. Или по-русски сказать воздух. Не просто воздух, кислород, а жизненный воздух. Это то, что человеку нужно для бодрости, для хорошего ощущения, для силы, для концентрации внимания, для того, чтобы двигалась кровь по организму, нервной системы, чтобы работала. Нужна прана. Или энергия вечности. Или желание жить. Когда человек хочет жить сильно, у него увеличивается прана в теле. Ему хочется на свежий воздух. Когда человек хочет выйти на улицу, значит, он хочет жить. Если он сидит дома и не хочет выходить на улицу, значит, потенция, желание жизни уменьшается. Значит, человек меньше живет. Это так бывает иногда в жизни. Вот, например, у вас вот сзади, вот девушка сейчас, снижено потребление прана. Да, вам хочется быть дома, там, так, ну, вам хочется на улицу, да? Это хорошо. Это значит, что вас... Это мое, да? Я извиняюсь, у меня сейчас надо с этим что-то делать. Вот, все. Вот. Ну, то есть, полтора года назад у вас снизилось потребление праны. И утомляемость повысилась, волевой фактор страдает. Поэтому надо больше проводить времени на улице. Это закончится через 7 месяцев. Ну, это прекрасно. Я тоже с этим согласен полностью. Вот. Ну, то есть, у каждого есть... То есть, есть энергия праны. Она на нас действует. Иногда у нас ее много по себе, иногда мало. У нас есть энергия знания. Все хотят знать. Энергия знания, она увеличивается в результате контакта с водой. И есть энергия счастья. Она увеличивается в результате контакта с солнцем. Энергии, которые исходят из души, наполняют сознанием и психическое, и физическое тело. Они постоянно движутся, действуют у нас в организме. И подпитываются. Психическое тело кушает фактически. Не только... Ну, то есть, она кушает вот эти энергии воздуха, солнца и воды. И есть тонкая, невидимая энергия воздуха, солнца и воды. Они на санскрите имеют свои названия. Допустим, тонкая, невидимая энергия солнца называется тэджис. Энергия воды, невидимая, называется оджис. И энергия воздуха, невидимая, называется прана. И маленькие дети, они эти энергии впитывают в себя легко. Чем старше человек, тем тяжелее входит в него энергия в естественном состоянии, поэтому с возрастом люди становятся усталыми. Но если человек знает, как активизировать вход этих энергий в организм, то он побеждает старость в какой-то степени. То есть у него 90 лет можно жить, продлевается жизнь. Для этого существует три типа аскезы. Первое – это длительное движение увеличивает вхождение прана в организм. Неподвижное положение тела впитывает в себя энергию воды. И пост увеличивает вход в энергию счастья или энергии солнца. Энергия вечности увеличивается в движении. Человек, когда длительно двигается, он продлевает жизнь. Способность жить у него увеличивается и качественно жить. Потому что, я сейчас вам это буду раскрывать. Потом неподвижное положение тела увеличивает энергию знания. Спокойствие дает человеку. Так же, как вода дает спокойствие. И пост на воде, ну или без воды, увеличивает вход энергии солнца или энергии счастья. Побеждает депрессию, например. Если у человека депрессия, то солнце нужно. Организм. Не хватает солнца. То есть, допустим, возьмем такие вещи. Допустим, у вас снижена концентрация внимания. Плохая работоспособность. Обидчивость. Гневливость. Раздражительность. Плохое настроение. Нет сил. Нарушен сон. Депрессия. Это психологические проблемы? Или проблемы нехватки чего-то, по вашему мнению? Нехватки. Люди этого не знают. Потому что они, я говорю, обидчивая, идет к психологу. Он говорит, вам надо быть спокойнее. Ну, давайте представим такую картину. Допустим, человек ударился головой об стену и забыл, что ему надо кушать. Пришел к психологу, он не знает, что ему надо кушать. Он говорит, у меня что-то руки трясутся. Слабость. Мне как-то тяжело жить. Концентрации нет. Работать тяжело. И я что-то худею. Психолог говорит, вы просто переразбуждены. Вам надо расслабиться. Он ему дает установку какую-то. Человек приходит к нему и говорит, мне стало легче, но я все равно худею. Руки все равно трясутся. Ну, то есть, как-то можно облегчить жизнь с помощью психологических советов. Но что человеку нужно в этом случае? Поесть. Вот то же самое и здесь. Вот человек, допустим, раздражительный, обидчивый. Но у него нет концентрации внимания. Ему нужна энергия природы. И как только он ее получает, ему сразу становится лучше. Это просто простые вещи, которые вытекают из того знания, которое я вам сейчас рассказал. Но эти простые вещи, они не являются секретом каким-то большим. Ну, люди самые лучшие в жизни говорят обычно своим детям. Поэтому я... У нас не будет немножко не лекция, у нас будет наполовину лекция, наполовину концерт. Поэтому, ну, чтобы вам было веселее. Аксиомы. Но как это именно помогает, мало кто в этом разбирается глубоко. Врачи говорят, солнце вредно, вода вредна, воздух вредный. Если человек послушался этих советов, то... И так же он послушался, что надо больше отдыхать. Тогда, когда он будет лежать в постели, у него постепенно ручки будут вот так соединяться, соединяться. Потом свечечка, свечка. Зажигаем, глазки закрываем. Все. Готовимся. Жизнь будет уменьшаться. Сокращается жизнь будет от того, что мы не будем питаться энергиями, которые увеличивают качество жизни. Продолжительность жизни. И так же жизнь становится счастливой, радостной. Время. Время на психическое тело. Психическое это тоже тело. А у нее есть слои психические, у него есть каналы определенные. Я этим занимаюсь в 30 лет. И я вижу психические тела людей. Вижу болезни, хронические заболевания. Они связаны не с физическим телом. Почему врачи не могут лечить? Потому что причина болезни любого органа это нехватка энергии. Вот допустим, почему печень становится чувствительной. Там красный, черный перец съел, раз обострение пошло. Потому что печень слабая. Почему она слабая? Не хватает энергии. Почему не хватает энергии? Потому что не хватает солнца, воздуха и воды. Ну то есть если человек правильно живет, у него все восстанавливается, ему все хватает. Ему не надо ходить по докторам. Психическая энергия наполняет каждый орган в организме и дает возможность им восстанавливаться и нормально жить. Но есть одна проблема. Время, когда оно влияет, оно в психическом теле увеличивает количество трудностей в единицу времени в процессе жизни. Вот маленький ребенок, допустим, он чувствует постоянно, время течет медленно, трудностей не так много, ему хорошо. Даже если он болен, вот они так чувствуют ярко, как человек в возрасте. Чем старше человек, тем больше трудностей. С каждым днем все не по силе, не кладь. Все, что нам назначено природой, надо благодарно принимать. Об этом тоже поговорим. Вот. С каждым днем все... Извините, пожалуйста. А если вот с возрастом же у нас просто ответственности больше становится? А это вот и не, если они времени. Да. И поэтому становится тяжелее в общем-то, а не... Потому что... Это хорошо, что вы размышляете. Но, знаете, врачи, допустим, говорят, у вас желудок болит от печени. Или от печени от желудка. Понимаете, есть причина, а есть следствие. И причина это время. Просто мы, ход времени очень трудно понять, проследить. Там есть не только прямая корреляция, там еще есть циклы. И это тоже надо знать, что есть циклическое влияние времени, когда наступает плохой период. И тогда человек стареет от того, что он не может выдержать эту нагрузку. Количество лет не имеет значения. Года оставляют невидимый след. Количество бед вызывает старение. Я думаю, только количество бед. Ну, то есть, приходит плохой период, человек стареет. Раньше времени становится тяжелее жить ему становится. Но надо знать, как убирать это старение. Есть циклическое старение, а есть прямое. Грубое тело, физическое тело, оно просто потихоньку теряет силы. Оно потихоньку стареет. Но есть еще циклическое старение, когда человек... Почему человек может заснуть и не проснуться? Потому что бывают плохие периоды. И плохие периоды, они что делают? Они влияют на нашу способность всасывать психическую энергию. Или энергию сознания. Наступает плохой период, и, допустим, энергия знания может блокироваться, всасываться. Наступает нарушение. У вас это произошло полгода назад. Начался плохой период. Он влияет... Есть три типа влияния. Влияние на наше здоровье, влияние на нас личную жизнь и влияние на работу. И у вас начало влиять на личную жизнь, на здоровье. Как это влияет? Когда энергии знаний не хватает, у человека появляется раздражительность, непереносимость людей, близких. Чувство, что тяжело как бы справиться с собой, обидчивость, ранимость. Но это возрастное? Нет, это не возрастное. Из-за внешнего возраста. Это результат влияния судьбы. Потому что через три месяца вам станет легче в этом вопросе. То есть полгода назад было легче, сейчас стало тяжелее. Это энергия знания нарушает движение. Они разные энергии. Вот, допустим, у меня энергия, энергия вечности или прана пострадала. У вас энергия знаний. Так бывает, что циклическое влияние времени забирает одну из энергий у человека. Или две может забрать. Ну, вернее, забирает, а ухудшает вхождение. Если человек совершает аскезы, он с помощью своей практики нормализует свою жизнь. То есть в обычной жизни человек живет. Ну, не парится как бы нормально. Но когда приходит плохой период, то надо прилагать усилия для того, чтобы нормализовать свою жизнь. Но люди не знают, какие усилия. И в этой проблеме мы не знаем, как нейтрализовать плохое влияние времени. А? Как узнать, что плохой период? Это очень легко узнать. Я вам сейчас это все объясню. Это меняется качество жизни. Всего три вещи надо разобраться, понять. Давайте первый. Первый плохой период связан с энергией вечности. Как его можно узнать? Тяжело вставать с постели. Становится тяжелее, чем раньше. Снижается концентрация внимания. Появляются непреодолимые препятствия какие-то в жизни. В отношениях холод. Нет контакта с человеком, с близким. Появляется вялость. Тело становится напряженным. Напрягает. Могут возникнуть боли в организме. Боли это тоже признак вот этой энергии. Увеличивается боль. Могут увеличиваться боли. Появляется суетливость иногда. А иногда заторможенность. Ну то есть человек или суетится, или попадает в штопор. Он не доделывает то, что хочет сделать. У него меньше снижается работа, способность, концентрация внимания, память. Не хватает сил. Все, переутомление. Вы это видите? Вот каждая, она говорит, допустим, что это из-за того, что больше ответственности. Вы говорите, это переутомление. Каждый человек себе все равно это как-то будет объяснять, потому что мы гомо-сапиенс. Но сейчас есть, допустим, переутомление. Пройдет пять месяцев, и он не будет. Вернее, будет меньше. Если нагрузка снимется, то будет меньше. А как определить, что у тебя большая нагрузка? Маленький ребенок. Так тоже. Так, да, судьба добавляет всего этого. Это факт. Но, тем не менее, даже если нет маленького ребенка, может так наступить, что человеку тяжело жить становится. Это так действует время. Ход времени. Он, конечно, влияет на все. И на наше окружение. Есть разные варианты влияния. И прямое влияние. Влияние на связи наши с людьми. И влияние на наших близких. Это тоже наша судьба. Они нас напрягают. То есть, плохой период может напрягать через ребенка. Но факт остается фактом, что есть такое прямое влияние времени. А есть циклическое. И циклическое влияние времени, оно самое опасное. Потому что, ну, человек стареет и стареет постепенно. Там, в 90 лет помер. Довольный, что пожил. Все нормально. А если тебя загибает в 50, ну, то есть, циклическое влияние времени опаснее, потому что оно дает серьезные проблемы в жизни. Их надо преодолевать. Самая главная проблема даже не в том, что этот период возник. А самое главное, что эти периоды, они в психическом теле создают заторы движения энергии. Я их называю блоки, психические блоки. Эти заторы, они, ну, предосположенность к этим заторам есть у каждого человека с рождения. Но из-за плохих периодов эти заторы становятся частью нашей жизни. То есть, плохой период закончился, а я все равно не имею сил. Это означает, что есть блок, его надо просто убирать, прочищать. Чтобы качество жизни возрастало. Поэтому есть два вида старения. Есть старение постепенное, а есть старение циклическое в результате вот этих блоков. И они очень сильно большие проблемы людям создают. Если стресс тяжелый, допустим, тяжелая судьба, человек реально может просто не понимать, как дальше ему жить, если он не знает, как убирать вот эти вот проблемы. Человек частью своей натуры начинает, у него блок возник, в результате которого у него повысилась чувствительность, допустим, раздражительность, обидчивость. Это энергия знания плохо входит в организм. А он думает, что я такой по природе. Начинает себя таким считать. Или у человека воля пострадала, волевой фактор страдает. И человек тоже считает, что это все по природе ему. Или, допустим, у него страдает, депрессия началась, счастья не хватает. Думает, ну это у меня так всегда. А так не всегда, это просто вот блок возник, его надо убрать и будет нормально. Так, давайте возьмем по этим вот признакам. Вот, допустим, энергия знания пострадала. Что со мной происходит? У меня повышается чувствительность, ранимость, раздражительность, гневливость, непереносимость людей, ситуация какой-то. У меня увеличивается воспалительный процесс в организме. И очень тяжело, раздражает работа. Ну, то есть, куда пойдет там эта энергия, три направления. Здоровье, личная жизнь или работа, это все индивидуально. Это все индивидуально. Поэтому что-то одно вылетит. Допустим, воспалительный процесс на коже, аллергии различные, кожные болезни. Воспалительный процесс в желудке, в кишечнике, там все это нарушение движения энергии знаний. Дальше энергия вечности, когда страдает, я уже перечислил еще раз, могу напомнить. Это нарушение концентрации внимания. Болевой фактор страдает. Тяжело ложиться спать, тяжело вставать с постели. Больше вот этот фактор. Потом дальше препятствия в жизни, непреодолимые какие-то вещи влияют на твою жизнь. Тебе тяжело достичь своей цели. Ты чувствуешь, стал слабым, не соблюдаешь режим дня. У тебя страдает память, может пострадать. Воля страдает. То есть, человек, волевая сила уменьшается. И когда энергия счастья страдает, то человек чувствует плохое настроение, негативные мысли, разочарование, депрессия, нежелание жить. Все это плохой период, связанный с энергией счастья. Ну вот. Бывает такое, что вчеряет смысл жизни. Вот это мы с вами изучаем, вот эти темы, как циклически влияет время на человека. Плохой период в жизни наступает. Плохой период. Бывает хороший период у человека, ему хорошо, легко же. Сейчас у вас хороший период. Спасибо, Леонид Геннадьевич. У меня хороший. Вам легко, сейчас хорошо. У вас плохой период год назад был. Тяжело было, напряжено очень. Связано было с деятельностью. В личной жизни не влияло это. Она деятельность влияла, были трудности. А сейчас легче стало, сейчас хорошо. Я согласна. Но бывают плохие периоды, бывают хорошие, а бывают блок. Вот когда человек попадает в засаду сильную, и у него блок остается у вас. Осадочек остался от событий, которые произошли, и надо убирать этот осадочек, иначе будет тяжело жить дальше. Эти осадочки формируют также хронические заболевания и формируют трудности в жизни. Потому что, когда вот эти блоки возникают, то органы не получают достаточно энергии в организме. И в результате они слабеют. И возникает чувствительность, возрастает у органов чувствительность. И они на любые факторы, которые в жизни обычно действуют на людей, они реагируют болезненно. И так как энергии не хватает, органы не могут восстанавливаться. Все органы в организме самовосстанавливаемы. И когда энергии не хватает, органы восстанавливаются хуже. И они постепенно теряют силу и здоровье. Вот так это происходит. Но если человек ведет здоровый образ жизни и с возрастом увеличивает аскезы для того, чтобы поддерживать свою жизнь, то он может чувствовать себя более-менее нормально. Вот мне, допустим, 58 лет. Так как я практики эти все сам делаю. Несмотря на то, что я вот за два месяца налетал 40 тысяч километров. Вот за последние два месяца. Так как я сижу в ледяной воде, бегаю раз в шесть дней 17 километров за час 50. То есть я делаю зарядку, 100 приседаний, 200 наклонов, 60 отжиманий. На руках стою, на голове и так далее. То есть я здоровый образ жизни веду, поэтому я чувствую себя отлично. Несмотря на нагрузки, которые я имею. Вот сегодня мы с Кирой просидели в 14 градусах 25 минут. Потом пролежали 40 минут. Это на первую жизнь я так сделала. Потом 40 минут пролежали в парной и потом опять на 4 минуты в ледяную воду. Это такой метод. Кира, ты живая, нет? Я вообще не даю. Классно, да? Я хочу выделиться еще. Прекрасно, прекрасно. Да, это не то, что я какой-то риск для здоровья. Там все продумано. Я знаю точно, как это правильно делать, чтобы не заболеть. То есть мы заходим даже в ледяную воду и там стоим. Допустим, в Казани 65 человек у меня зашло. 7 градусов, просто я там 10 минут, там от температуры зависит, сколько стоять. Потом все зашли, 65 человек в парную, потом 5 в воду, и никто не заболел. Все чувствуют себя прекрасно. И многие начали практиковать. Есть разные методики, которые омолаживают, делают человека здоровым, счастливым. Мы сейчас просто изучаем с вами. Давайте... Вы не нагружены еще нормально? Формаций. Хорошо, идете? У человека есть... Вот человек, как матрешка, у него в психическом теле есть 5 психических слоев. Они, как матрешка, один в другом. 5 психических слоев. И первый психический слой отвечает за контакт с этим миром. За связь с этим миром. Если там блоки возникают, допустим, на первом слое, если блоки есть у человека, то ему тяжело взаимодействовать с этим миром. Допустим, климат где-то не подходит. Взаимодействовать с людьми тяжело. Заставить себя работать тяжело. То есть, любой контакт с жизнью, его напрягает. Ему тяжело включиться. То есть, на первом слое, когда блоки, тяжело включиться. Вот, допустим, у вас, девушка, на втором ряду, на первом слое, блок, связанный с энергией прамы, с энергией воли. Поэтому вам тяжело, допустим, заставить себя с постели вставать с утра, заставить что-то делать. Но если вы включились, то нормально. У вас воля так, волевой фактор сильный. Но заставить вот этот сам момент включения тяжелый. А у вас, допустим, нет на первом слое больших блоков, поэтому вам легко себя заставлять. Ну, то есть, все люди разные. И в зависимости от этих блоков, где они находятся, ну, человеку надо изучать себя и пытаться понять, как ему жить. Что ему делать, чтобы нормально все было. Вот. Первый слой отвечает именно за взаимодействие с этим миром. Второй психический слой уже начинает взаимодействовать с нашим характером. Связан с нашим характером и с нашим здоровьем. На втором психическом слое находятся эмоции человека. Эмоции. И если там блоки на втором слое, то страдают эмоции. Если, допустим, энергия правной страдает, я это называю динамическое напряжение. Ну, для удобства, потому что это длительным движением побеждается. Если динамическое напряжение у человека на эмоциях, то эмоции зажаты. Ну, допустим, ему о нему, а не кто-то расскажет, он доходит до него позже. Думаю, ха-ха, попозже. Если на втором слое, допустим, энергия знания страдает, или, как я называю, статическое напряжение, потому что от неподвижного положения тела меняется, все это. Вот. Тогда в этом случае... Тогда эмоции становятся очень чувствительными. Человеку это очень ранимым, как бы раздражается от всяких пустяков. Это на втором слое, значит, эмоции страдают энергией знания, я называю статическое напряжение. Если на втором слое энергия счастья страдает, то у человека негативные эмоции, отрицательные эмоции. У него все плохо, плохо, плохо. Вот, ходят у него все плохо. Эмоции сильно негативные. Отрицательных эмоций много в жизни. Второй слой психический связан со слизистыми оболочками, связан с простудой, связан с кожей, связан с лимфатическими узлами. Все это второй слой. То есть, если у человека эмоции страдают, значит, будет страдать кожа, будет страдать горло, бронхи, желудок, кишечник. Это все второй слой. Аллергии. Это тоже второй слой. Кожные болезни. Это тоже с эмоциями связаны. Зажатые эмоции, напряженные эмоции, негативные эмоции. Все это кожа, лимфатическая система. Это второй психический слой. Вы скажете, Олег Геннадьевич, вы очень большой фантазер. Но я не фантазирую. Я вас вижу и вам могу прямо конкретно говорить, какой блок привел у вас к каким проблемам. То есть, я четко и ясно это вижу. Поэтому это тоже наука своего рода. Но она такая, невидимая наука. Поэтому некоторые меня воспринимают, некоторые нет. Но все познается на практике. Например, поражен второй слой у вас. И это поражение дает проблемы с горлом. То есть, простуды, носоглотка, частые проблемы. Это результат поражения второго слоя. То есть, там находится, когда два блока вместе находятся, они дают хронические заболевания. То есть, первый блок это динамический блок или волевые эмоции зажаты. Вот это первое. И второй блок это негативный тонус. Негативные эмоции в жизни возникают. И это дает склонность к вирусным инфекциям. Поэтому надо бояться. Вирусов они могут сильно вам испортить жизнь. Это, ну, у каждого человека свои какие-то. У кого-то то, у кого-то сё. Я, в принципе, это всё вижу. И могу просто на практике лекции вам объяснять. Третий психический слой. Связан с мыслями. Когда мы думаем. Вот. Связан с мыслями. И так как мы работаем сейчас головой. Мы же все мыслями работаем. Поэтому он является, это третий слой, самым уязвимым сейчас у людей. Третий психический слой связан с сосудами. Поэтому сосудистые, сердечно-сосудистые болезни самые главные в жизни сейчас у людей. Сосуды, мышцы, суставы. Матка у женщин. У ретро, у мужчин. Это тоже третий психический слой. А мышцы, глазные мышцы, отсюда близорукость. Это тоже с мыслями связано. Мышцы, сосуды. И суставы какие? Не плечевые, там, тазобедренные, а мелкие суставы. Это локтевые, ой, да, локтевые, пальцев, рук, ног. Вот такие вот. Небольшие суставы. Четвертый психический слой связан с настроением человека. Это более глубокая функция, чем мысли, настроение. То есть у меня плохое настроение, хорошее, хочу на работу, не хочу на работу. У меня есть настроение что-то делать, нет настроения что-то делать. У меня депрессия. Депрессия тоже настроение. Настроение еще более глубокая зона. И там еще более важные функции организма. Это там находятся на четвертом слое ткани мозга. Четовидная железа, поджелудочная железа, печень, сердце. По-женски вот придатки. Позвоночник. Крупные суставы, такие как тазобедренные, плечевые. Это все четвертый слой. И пятый психический слой отвечает за глубокие психические функции. Отвечает за ощущение счастья глубокое, за чувство удовлетворения в жизни. За ощущение, что я все смог. За волевые вот эти функции. За адекватность. Психические болезни находятся на пятом слое психическом. ДЦП, аутизм на пятом психическом слое находится. Альцгеймер находится на пятом слое психическом. И там находится нервная система еще и гормональной функции. В грубом теле психическом. В грубом теле находится нервная система и гормональные функции. Чем глубже слой, тем тяжелее лечить. Потому что, с одной стороны, они более защищены от влияния, от воздействия этого мира, те глубокие слои Но, с другой стороны, если болезнь туда добралась, лечить тоже тяжелее Поэтому маленькие дети, у них всегда болезни, они снаружи внутрь идут Вот маленькие дети, что у них за болезни? У них страдают эмоции, они очень ранимые У них страдает кожа, запоры, слизистые какие-то То есть, они или запоры у них, или простуды, или кожа страдает Вот это их болезни, это второй слой в основном Средний возраст, это сосудистые заболевания, уже идут вставы, сосуды И глубокий возраст пожилой, это уже Альцгеймер Спутанное сознание, нервная система страдает Внутренние органы, все это уже глубокие поражения организма Итак, судьба это время Судьба действует через время Время влияет на три энергии у нас Или одну, или две, или три Уменьшает ход этой энергии, силу этой энергии Может уменьшать внутри меня, может уменьшать между нами И может уменьшать для меня внутри него Ну то есть, если это мой близкий человек, то моя судьба через него может действовать И доставлять мне проблемы через близких людей То есть, судьба по-разному может действовать И в целом следует знать, как вообще разрушается жизнь у человека Самая главная основа жизни это психическое тело И поэтому всегда организм будет наш лечить его в первую очередь Вот когда человек начинает, допустим, очищать свой организм Сначала очищается психическое тело Потом очищается физическое тело Человек лечится А потом только влияет это на личную жизнь и на работу Ну то есть, сначала организм самое главное Если у тебя психическое тело страдает, все страдает Если у тебя организм страдает, ты болеешь Тебе не до работы, не до личной жизни Вот, а потом уже дальше, уже все остальное лечит Так организм делает Он выбирает все самое главное, поэтому он лечит все самое главное Как очищаются от блоков Какие практики очищают человека от психических блоков Есть пассивная чистка Когда человек просто на солнце находится У него начинают лечиться токсины в грубом теле Вот, а я не сказал вам еще одну вещь Я вам не сказал, как эти все нарушения влияют на здоровье Ну то есть, я сказал, что статическое напряжение вызывает воспалительные процессы в организме А динамическое напряжение вызывает скованность тела, боли, вызывает запоры, нарушение движения, нарушение активности нервной системы, нарушение кровообращения Например, скованность может вызвать на третьем психическом слое Если динамический блок, то давление повышает, в человеке гипертония возникает Если, наоборот, статический блок или жар в теле, то, наоборот, пониженное давление, человек вяло и входит Если токсины в сосудах, то, если негативный тонус, это вызывает токсины Токсины в сосудах, это атеросклероз То есть, негативный тонус, или плохое настроение, или нехватка энергии счастья Приводит к токсинам, лишнему весу, доброгачественным опухолям, излокачественным опухолям Это последовательная стадия развития процесса То есть, лишний вес, это не запасы, это не склад питательных веществ Когда у человека не хватает энергии для нормальной работы организма То есть, есть энергия счастья, или энергия солнца Она что делает? Она увеличивает огонь пищеварения, всасываемость пищи в организме Иммунитет человека увеличивает, победа над онкологией, над бактериями Это все иммунитет, это все энергия солнца, или энергия счастья Когда человек радостный, он всасывает в себя энергию, которая способствует аппетиту Способствует перевариванию пищи И есть поверхностное пищеварение, есть глубокое пищеварение Глубокое пищеварение у всех работает только днем Если этот человек, к примеру, съел пищу много на ночь То у него работает только поверхностное пищеварение Пища переварилась на сколько-то, а дальше силы переварить ее нет Потому что не хватает энергии солнца, солнце уже село С помощью энергии солнца пищеварение работает Почему все обед в полдень? Почему? Потому что солнце высоко и хочется кушать Вот, и поэтому нужно все это знать Как работает наш организм, чтобы качество жизни повысилось Если человек поел на ночь А причина тоже есть Потому что когда не хватает счастья Человек заедает счастье То есть счастье это энергии солнца, энергии пищеварения Не хватает счастья, человек заедает по вечерам Не хватает счастья В результате это все недоваренная пища Она идет или в токсины, что плохо для человека Или в жир, что лучше Потому что есть два вида токсинов Есть токсины, которые организм складирует Для того, чтобы они не разрушили нашу жизнь А есть токсины, которые сразу идут в организм И вызывают простуду, воспалительные процессы в организме Тогда стимулируют неприятные какие-то вещи в организме Если человек недоваренная пища является очень колоссальной проблемой в нашей жизни И лишний вес это что такое? Это первая стадия развития процесса Вторая стадия доброкачественной опухоли Третья стадия злокачественной Если у человека есть лишний вес, жди доброкачественных опухолей Если есть доброкачественные, жди злокачественные А все это означает неправильно функционирующая энергия счастья И все это побеждается с помощью солнца Энергии солнца, которую мы всасываем с помощью поста И хорошего настроения Радостной жизни Вот, допустим, вы скажете А если у меня солнца не хватает На улице, допустим, я живу в Питере или в Москве Мало солнца на улице Есть грубый солнечный свет, есть тонкий солнечный свет Тонкий солнечный свет всасывается с помощью любви к людям и радости Если ты радуешься людям, значит в тебя солнце в это время Ты обрадовался, и в тебя зашло солнце Невидимо зашло в это время Ра означает солнце на древнем языке Отдасть означает давать Ра дасть, отдавать солнце Или тоже отдаешь, значит всасываешь Вот так это просто Ну, допустим, практическая песня для тех, кто живет без солнца Как получать солнце? Ну, допустим Это значит, что они солнечные Потому что красный цвет это энергия солнца И это не только на нашем, допустим, на санскрите Там лал есть такое слово Лал означает любимый, солнечный, красный Переводится, ляля тоже на русском Значит, это солнечный ребенок Ляля, это древнее слово такое Вот Красный, красавица, значит солнечная Значит, она на полной энергии солнца Девушка, когда радуется, она становится красивой Радость у женщины идет в красоту А у мужчины радость идет В настроение хорошее То есть он становится очень активным Позитивным Ну, то есть у женщины в красоту Она красивой становится от солнца А мужчина становится жизнерадостным. Понятную разницу? Видите, красные девки свели меня с ума, означает, что он начал наполняться энергией солнца от девушек. Есть энергия солнца, надо знать, как с ней быть. То есть, я называю это пассивное очищение организма. Что такое пассивное очищение? Это означает, что ты просто на солнце находишься, и у тебя уходят из организма токсины, уходит плохое настроение, ты омолаживаешься. Теперь сразу возникает вопрос, почему люди выходят на солнце, падают от солнечного удара, в оморок, что происходит? Когда человек выходит на солнце, всегда это приводит к тому, что в кровь идут токсины. И если токсинов в крови очень много, то наступает коллапс. Ну, то есть, у человека снижается резкое давление, он падает просто в оморок. Ну, то есть, взаимодействием с солнцем нужно учиться, нужно понимать, как правильно с солнцем очищать организм, чтобы не было никаких проблем. Там врачи говорят, что рак кожи там, туда-сюда, все это признак неправильного контакта с солнцем. Что значит неправильный контакт? Вот, допустим, ты вышел на солнце, и врачи сказали, что солнце вредно для здоровья. У тебя хороший контакт будет с солнцем? Нет, потому что ты его боишься. Страх вызывает... Ну, чтобы солнце всас, надо его любить. Мы должны, естественно, любить свежий воздух, любить воду, любить солнце. Если человек заходит в ледяную воду, и у него пугается страх, то это очень вредно для здоровья. Надо заходить, как все, домой, радоваться воде, радоваться солнцу, учиться этому. Целая система правильного образа жизни, как лечиться с помощью природы, которая является естественным лечением, ничего не заменит солнце, воздух и воду. Все лекарства, которые только существуют, там и глукалывание, и гомеопатия, и лекарственные травы, все это перераспределение энергии в организме. А энергию для этого перераспределения дает солнце, воздух и вода. Все больше нигде энергию не взять. Это естественные источники энергии, которые мы должны научиться брать в себя, иначе не будет нормальной жизни. Теперь энергия солнца. То есть мы с вами что поняли? Что надо учиться радоваться природе. Вот допустим, человек вышел на улицу, и что он делает дальше? Он идет на работу, он радуется природе. Куда направлено сознание, то и происходит. Если ты не радуешься лесу, если не радуешься солнцу, птичьим, свежим воздуху, значит ничего в тебя не засасывается. Твое сознание дома или на работе, ты всегда занят мыслями своими, и ты не контактируешь с природой. А нужно с ней контактировать. Если человек не контактирует, значит он не будет здоровым. Нужно учиться этой культуре. Когда природа очень красивая и сильная, тогда ты включаешься в нее. Поэтому люди едут на Красную Поляну. Здесь потому что... И сразу как бы... Но это должно и дома быть так же. Вышел из дома утром рано. Он обрадовался природе и получил энергию, необходимую для жизни.